Нас спросить, наверное, и мы бы хотели, правда? Пребывать в этом поклонении хочется постоянно. А сегодня оно было действительно особенным и чудным, правда? Я думаю, что мы все ощутили это. Просто не чувствовалось под собой земли. Чудный наш Бог. Сегодня такой прекрасный праздник. Я думаю, что мы не до конца его осознаем. Поэтому мы не так празднуем, как мы бы праздновали, если бы поняли глубину. Во-первых, мы бы поняли глубину любви Божьей к нам. Вы знаете, что существует милость и существует любовь. Конечно, я хочу сказать, что милость без любви у Бога не бывает. Но у человека может быть милость без любви. И, знаете, вот может быть, просто помиловал так вот, пожалел. Но Господь показал нам милость и любовь одновременно. И как утверждение его любви послал Духа Святого. Милость прощения в любви, в усыновлении. Вы слышите вообще эту глубину? Какая великая сила, какая сила любви. Не только прощение, но и усыновление. Можно сказать, что это то же, что было с блудным сыном. Когда сын возвращался к отцу, он рассчитывал только на прощение. Только на милость рассчитывал. Ну, буду хоть с рабами вместе у отца, потому что понимаю, что не заслужил большего. Но только бы рядом у отца. Но получил что? В усыновление. Перстень славы. Перстень царства. Это Господь показал через эту ситуацию свою любовь к нам. Как Он любит нас. Когда мы приходим к Нему, мы очень часто рассчитываем только на милость. Наше покаяние, оно никогда не рассчитывает на большего, если оно искреннее покаяние. Потому что покаяние в том и состоит, что мы сразу понимаем, что мы недостойны ничего. Я помню свое покаяние, когда я каялась перед Господом, я даже говорила, я недостойна даже и прощения. Я даже прошу у тебя, даже хочу сказать прощение, и говорю, и не прошу, чтобы ты простил. Потому что я понимаю, насколько я этого недостойна. Я просто признаю свою вину. Вот было мое покаяние. Просто признаю свою вину. Даже можешь не прощать меня в жизни. Даже можешь послать меня в ад. Я буду знать, что я виновата. Такое было покаяние. Но вы знаете, Он не только прощает. Он еще и по непонятным причинам поднимает тебя. Еще и перстень одевает, нам недостойным. Мне бы хотелось любить Его так, как Он любит нас. Если бы это было бы возможно. Мне бы очень хотелось Его так любить. Сколько бы я ни любила Его, я всегда чувствую, что это не та любовь. Что ее просто не хватает. Это то, что я чувствую сегодня. На этот праздник. Сейчас я вернусь к Слову. И мне хочется сказать, что я хочу, чтобы вы поняли глубину праздника. Что сегодня вы получили. Что вы сегодня имеете возможность получить. Павел сказал так в 1 Коринфлянам 2.12. Но вы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Зачем приняли? Дабы знать, дарованное нам от Бога. Вы замечаете, что сказано? Чтобы вы знали, дарованное от Бога. Во-первых, нам даровано от Бога учение. И это великий дар. Учение. Великий подарок. Потому что только это учение может нас привести в славу Отца. Можем ли мы его познать без Духа Святого? Вы знаете, апостол Павел понимал, что это невозможно. Он говорил так, что написанное Божьим Духом, можно познавать только Божьим Духом. Не приняв Духа Святого, просто невозможно понять, как здесь сказано. Дух Святой нам был дан для того, чтобы познавать. Если мы будем с вами изучать Священное Писание на человеческой мудрости, человеческой мудростью. Как мы с вами его выучим? Мы просто заучим фразы. Цитаты. Сколько раз такое мы с вами встречали, когда люди говорят цитаты, но они голые. Вы знаете, что эти цитаты даже жизни не приносят, если они голые, без Духа. Даже Господь сказал, букву она убивает. То есть она не несет жизни, она несет смерть. Это Дух несет жизнь, Дух несет милость. Понимаете? А цитаты голые не приносят плода. Поэтому апостол Павел сказал, мы приняли Духа для того, чтобы познавать. И он преподавал Слово в Духе. Но мне нравятся очень слова его, когда он говорит, он изучил Писание Духом. Понимаете, он изучил Писание. Не мудростью человеческой, а Духом Божьим. Как он сам говорит. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами. Но изученными от Духа Святого. И добавляет интересно. Соображает духовное с духовным. В этом предложении еще есть одно очень интересное. Соображает духовное с духовным. Вы знаете, что только Духом Святым возможно проникать в глубины Божьей. Познавать Бога невозможно, не имея Духа Святого. Невозможно. Дух Святой — это Дух Бога. Вы знаете, как это истинно правильно сказано, что человека знает лучше всего человеческий дух, так или не так. Кто лучше всего знает меня, мой собственный дух? Дух Божий знает Бога. Посмотрите, как говорит опять-таки Павел. А нам Бог открыл это Духом Своим. Может быть, вы думаете, Дух Святой — это где-то что-то. Дух Святой — это Дух Его. Что Он нам даровал? Свой Дух. Что нам Он открывает? Открывает Духом Своим. Вы представляете? Ибо Дух все проницает. И глубины Божьи. Глубины Божьи проницает Дух. Если человек намерился, не принимая Духа Святого, познавать Писание, жало кто-то человеку. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого? Павел говорит. Для чего человек знает, что человек, кроме Духа Человеческого, кроме Духа Человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Человеческого. Вы понимаете, что даровал нам Бог? Чтобы Его познавать? Не любовь ли это? Если вы кому-то подарите такой дар, свой Дух, чтобы Он тебя познавал или она тебя познавала, это самое великое, что ты можешь дать. Итак, мы видим, что Бог нам дал дарованную благодать спасения и на нее еще благодать Духа Святого. То есть, самого себя. Предложил нам Сына и себя. Мы теперь имеем возможность иметь Дух Божий внутри себя. Не только Он дал нам возможность, чтобы наш Дух родился для вечной жизни. Но Он дал нам возможность иметь Бога в себе. Бога в себе. Это непосредственная связь человека и Бога внутри вас. Вы представляете? Когда Иисус Христос ходил по земле, Он сказал, проповедуй, что Царство Небесное приблизилось. А потом что сказал? Царство Небесное внутри вас. В ком? Если внутри вас Бог. Что внутри вас? Царство Небесное. Царство Божье. Все внутри вас. И познается Бог внутри вас. И вы слышите голос внутри вас. Потому что в вас Дух Бога. Если Он там есть. Итак, человек, имеющий Дух Божий, имеет возможность познавать глубины Божьи. Сокровенные и тайные сказано. И это совершенно другое познание Бога. Оно настолько отличается от того познания Писания в букве. Что многие даже не узнают это Писание. Потому что они не знают Писание, они знают букву. Премудрость Божья остается сокровенной, тайной. Даже для тех, кто изучает Писание. Как теологию. Но не имея Духа. То есть плоским умом. В обращении к Коринфлянам. Павел пишет очень интересно. Что он пришел к Коринфлянам. Павел, знающий много тайн. Ему настолько много открывалось, что Бог даже позволил ему иметь болезнь. Сказал, чтобы ты не превознесся своими откровениями. И вы представляете, вот такой человек пришел в церковь к Коринфлянам. Принес несметные богатства, сокровища. Но ничего не мог им дать. Потому что не мог поделиться тем на их уровне, что не мог ли те воспринять. И вот он сказал такие слова. Мудрость же мы проповедуем между совершенными. Но мудрость не века сего. И не властей века сего. Приходящих. Но проповедуем премудрость Божью. Тайну сокровенную. Которую предназначил Бог прежде веков. К славе нашей. Которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познал ли. То не распяли бы Господа славы. И так не познали. Сокровенная тайна осталась сокровенной для многих. И что очень интересно здесь сказано. Прежде веков к славе нашей. То есть тайна сокровенная. Открывается Духом Святым. О славе. Не только о спасении, что многие узнают из того, что он распят. Но о том, что еще и к славе было приготовлено все. Мудрость Божью способен принять только лишь тот, кто сам пребывает в мудрости. То есть те, кто принимают Духа Божьего. Сами смогут услышать от Духа Божьего. Но я вам скажу, так же и дарование знаний даруется тем, в ком есть Дух Божий. Дух познается Духом. Не плотью, не душой, а Духом. Поэтому он говорит, что духовное он сообразовывал с духовным. Если ты откровения свои начнешь говорить душевному человеку или плотскому, то он подумает, ну безумствуешь. Ну совсем же. Он не поймет, понимаете. Он посмеется над тобой. Или скажет, ну у него просто поехала голова. Поэтому даже не сообразовывается. Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, сообразуя духовное с духовным, говорит Павел. Вы понимаете, насколько ценен Дух Божий. Насколько для нас это действительно как дорогоценность. Дана, дана. Но, как сказано, приняли. То есть это не обязаловка. Это принимается или не принимается нами. Оно уже здесь. Не надо ждать, что оно еще раз сойдет. Оно уже здесь. Это теперь только или принимается, или не принимается. И так, Духовное Божье познается Духом Человеческим. Они душой и не плотью. Но хочу вам сказать, что душой и плотью многие ощущают присутствие Бога. И они это могут назвать крещением Духом Святым. Очень часто человек присутствует в обществе святых. Он не может не чувствовать, он ощущает присутствие Духа. Он может упасть от этого присутствия. По нем бегают мурашки. Он может даже услышать Слово. Он может увидеть видение. Но это не значит, что он получил Духа Святого. Его просто коснулось. Потому что, если он выйдет из среды святых Божьих, у него это не повторится. Он один не может это получить наедине с Господом. Потому что внутри него нет Духа Божьего. Он не принял Духа Святого. Поэтому его надо принять, чтобы внутри тебя это было. Чтобы ты не только среди святых Божьих восполнялся, но чтобы у тебя это было. Итак, если ты почувствовал что-то, это еще не показатель. Ты мог почувствовать и душой, и телом. Поэтому нам необходимо принять Духа Божьего вовнутрь себя, чтобы быть духовными. И я вам скажу, что это учение. Как сказал Иисус Христос, не Иисус Христос, как сказано в Писании Павлом, учение о крещениях. Преподносилось целое учение о крещениях, о чем мало кто задумывается. Вы посмотрите, даже Иисус Христос, когда говорил о Духа Божьем, его просто не узнали. Не воспринималось Его учением. Они считали, что что-то новое Он принес, несоответствующее закону Моисея. Потому что закон Духа Жизни познается жизнью, Духом. И Господь не мог с ними поделиться, Иисус не мог поделиться. Он только взял 12 способных принять. Сказано, что на горе Он открыл им и о Царстве Небесном. А народ что имел? Ел и насытился. Тоже от Господа. Тоже от Иисуса. Он забрал 5 тысяч, Он забрал 7 тысяч, накормил их. Спасибо, конечно, слава Богу, они были голодны, но они не искали большего. Кто искал большее, тот шел за Ним, не за хлебом насущным. А за духовным хлебом. Как сказал Петр, куда я от тебя уйду? Тебе есть глаголы вечной жизни. А других это не взволновало. Даже сам Иисус сказал, этот народ шел за мной, потому что насытился, ел и насытился. Господь видел их нужды. Итак, мои дорогие, есть нечто высшее, к чему призывает Господь. И не Павла была вина, когда он пришел к Коринфлянам, а сказать ничего не мог им толком. Он ставит им это в упрек. Не потому, что Павлу нечего было сказать, это они не могли воспринять. Как сказал Павел, и когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Вы знаете, это все равно, что увидев царя, имея возможность принять от царя дар великий, человек нищий душою, но не нищий, как Господь сказал, а нищий, как мещанин, попросит, дай копеечку. Это же самое, как вы встретите к Коринфляну, и вы увидите всю его благословицу, и вы можете получить великую дару от него, вы просто попросите одну пену от него, мог дать великое. Так же и они, что пришел Павел, мог дать великое, мог поделиться тайнами. Они были неспособны слышать. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы еще были не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Как печально. Как печально, правда? Мы с вами как хотим познать Господа глубины? Как вы ищем Его, да? Но для этого надо перестать быть плотскими. Надо жить в Духе. Надо принять Дух Божий внутрь себя, внутрь себя. для того, чтобы Его Слово познавалось Духом. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но Духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Но он, кто-то духовный, судит все, но он himself судит все сколько духовных действий у нас происходит. Хочется сказать, слава тебе, Господи, что и много у нас духовных людей. Потому что когда что-то в Духе происходит, другой говорит, ой, и мне Господь открыл сейчас, точно это было так и так. А плотской посмотрит, скажет, ой, и этот ненормальный, тот тоже. Потому что не поймет, понимаете, что здесь происходит. Но мы найсчастливейшие люди на земле, те, кто приняли Духа Святого. И так, что хотел Павел сказать, когда говорил им, что проповедовал Иисуса Христа и притом распятого. Он назвал это младенческим служением, понимаете? Оно необходимо, но это начало. Представьте себе, если вы будете каждый раз приходить, я вам буду все время говорить о покаянии, о кресте, о пролитой крови, и только на этом будем стоять. Что Иисус любит вас, Он ради вас распялся, и только на этом буду стоять. Вы же не вырастите дальше. Вы же никогда не узнаете о Духе Святом, о глубинах Божьих, о том, какова у Него любовь, какое Царство Небесное. Как вырасти, как начать служить, как стать образом и подобием Божьим, как понести Господа, и что такое крест вы не узнаете. Но сколько нам Бог открыл, что такое кровь Его. что такое крест Его открыл уже с Небес как славу. Не только как спасение, как славу. Потому что Духа Святого мы приняли. Потому что Дух Святой может нам говорить. И так, мои дорогие, не все, что касается только при этой жизни. Заболел, пришел, исцелился благодаря ранам Иисуса Христа. Не только не было, Господь дал, покушали. Но есть высшее. Есть высшее, к чему призывает Господь. Бог дал нам Духа Святого для того, чтобы мы Его познавали. Он открылся для нас. Он подарил нам самого себя. Но если мы так не пойдем, то мы будем говорить, покажи нам Отца и довольна для нас. Покажи нам какое-нибудь действие. И мы поверим. Вы помните, когда Иисусу говорили, покажи, сделай знамение. Что Он говорил? Род лукавый при любодеем ищет знамение. Вы помните, когда люди были спрашивали Иисусу Христа чтобы показать им знамение или чудеса, Он сказал, что они хипокритами, все те, которые смотрят знамения и чудеса только. Я призываю вас к Вышему. Дух Божий призывает вас к Вышему. Принять Духа Божьего. Принять Его. Когда-то Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получения дар Святого Духа. Дух Святой это сам по себе дар от Бога. Близость. Но Дух Святой проявляет себя в дарах. И многие увлекаются дарами, забыв про самого Духа Святого. Но я вам скажу, что дары Духа Святого без близости с Ним ничто. они не приносят пользы. Вот возьмем такой пример царя израильского Саула. Когда-то он получил помазание. Это же помазание мы знаем с вами, это Дух Святой. получил помазание. Помазание утерял, а царем остался. Вы слышите? Помазание утерял, а царем остался. Дар, что он царь, при нем остался. Имел ли Саул при этом пользу? Это принесло ему пользу или вред? То, что он был уже царем, а помазание от него отошло, это каждый раз его судило. Мы знаем его конец. Точно так же с дарами. Если принимаются дары, а помазание отходит, то дары остались. Человек ими еще продолжает пользоваться, но не имеет пользы. Дары уже осуждают его, что он избрал дар, а утерял Духа Святого. Понимаете? Мои дорогие, как дорого Личность Бога. Дух Святой это Личность Бога. Как важно любить Его, иметь Его. Как важно любить Его и иметь Его внутри. Бывает с каждым, кто избирает дары Духа Святого, оставляя Дух Святой. Просто потеря, для него потеря. Если кто-то выбирает дар, но не выбирает интимность с Господом, он потерял. И осуждение оно в том, что ты не любишь Бога. Может ли любовь Бога удовлетвориться вне Бога дарами Его? Никогда, правда? Любовь никогда не удовлетвориться подарком вместо того, кого-то любит. Согласны? Если вы кого-то любите, а вам будет этот любимый человек только подарок давать, а сам быть на стороне, удовлетворит вас это. значит, вы любите подарки, но не ту личность. Если вы любите кого-то, но эта человек только дарит подарки, но не вы не Если вы любите Бога, вы любите Его личность. Останно все прикладывается. И хочу сказать, мои дорогие, что то же самое в любви Господа. Он явил свою любовь, что дал Духа Святого. Он не просто подарил вам спасение, и там где-то будете. Ну, живы останетесь. Милость бросил такую. Но что есть больше любви, чем дать самого себя для желания быть с человеком вместе. Это есть сама любовь, неправда? Поэтому говорится, достигайте любви. Достигайте любви, ну и те дара духовных, понимаете? Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Значит, знание от Него возможно получить только если ты любишь Бога. вот те знания, которые сказал Павел, глубины, тайны, сокровенные, это совершенно другое учение получается, потому что оно будет уже в Духе Божьем. Запомните, кто любит спасение и не любит Спасителя, восхитит ли дар спасения, дар спасения не восхитит. так же и кто любит дары, не любя самого Бога, восхитит ли Бога? Не восхитит Бога. Итак, любовь в том открылась нам, что Он послал Сына Своего и Духа Святого как спасение и близость. Понимаете? Как не поклониться перед этой любовью? Как не ценить эту любовь? Сегодня день великой любви Божьей. Потому что Он дал нам самого себя в Духе Святом. Примите Духа Святого. Примите близость Божью внутрь себя. И вы будете носителем Его. И вы будете слышать Его. Вы будете познавать Его. и учение для вас станет живым. Это то, что дано нам. Это то, что мы празднуем с вами сегодня. Это хочу сказать одна из деталей празднования сегодня. Так что оцените этот чудный день любви Божьей к нам. и эту близость. Поклонитесь Богу. Поблагодарите за Духа Святого. И примите Его. А сейчас мы с вами еще прославим Его. Сегодня у нас праздник. Поэтому мы будем праздновать. Это мы праздноваем.